В столице Колымы продолжают реализацию национального проекта «Культура». Городские учреждения уже приступили к выполнению запланированных мероприятий. В рамках проекта пройдет и создание модельной библиотеки на базе детско-юношеского центра чтения. Заявку на участие в проекте руководство учреждения подавало в 2020 году. Она прошла конкурсный отбор и выиграла. Сейчас мы уже работаем на стадии заключения договоров. У нас уже часть договоров заключена. Мы в скором времени выйдем на торги, на аукционы. На эти цели, на реализацию проекта модельной библиотеки выделено из федерального бюджета порядка 5 миллионов рублей, из которых было потрачено, будет, точнее говоря, в будущем потрачено на электроосвещение библиотеки, на приобретение современных компьютеров, на приобретение современной библиотечной мебели. Это особая статья расходов. Детско-юношеский центр чтения сейчас работает в рамках дорожной карты. Все сроки по ремонтным работам учреждениям соблюдаются. Также хочу отметить и поблагодарить мэрию города Магадана, которая уже часть своего софинансирования произвела. Этим летом у нас было сделано крыльцо по доступности для людей с ограниченными возможностями. Также мэрия выступит в качестве, опять же, соинвестора, выделит деньги на текущий ремонт библиотеки, то есть внутренняя полностью отделка помещений и фасада библиотеки. То есть, как вы понимаете, на самом деле проект очень большой, масштабный. Я хочу отметить, что детско-юношеский центр чтения будет первой модельной библиотеки именно в городе Магадане. Модельная библиотека откроет свои двери для читателей 1 октября. Сотрудники учреждения отметили, что для горожан будут созданы комфортные условия не только для чтения, но и для работы. Люди смогут использовать современные гаджеты и выполнить определенную работу прямо в библиотеке. Эти возможности учреждение с удовольствием предоставит магаданцам, отметила руководитель централизованной библиотечной системы областного центра.